На поддержку малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области выделят более полумиллиарда рублей. Наш регион занимает одну из ведущих ролей по доле малого и среднего бизнеса. На предприятиях этого уровня работает каждый третий новосибирец. И помощь этому сектору увеличат. Так, начинающих бизнесменов на два года освободят от налогов. Им предоставят так называемые налоговые каникулы. Правда, только в том случае, если бизнес входит в производственную, сельскохозяйственную, научную или социальную сферу. Но это то, что касается начинающих компаний. А как живут и работают действующие? Кто-то ссылается на кризис и сокращает объемы работников. А кто-то даже в непростых экономических условиях продолжает развиваться, проводя реконструкции и внедряя новые технологии. Итак, один день из жизни новосибирского кирпичного завода. Здесь все и начинается. Ну да, почти. Потому что, скажем так, начинается в карьере. Глина добывается. На участке там предморительно все добавьте. Мелится, глина мелится. А сюда приходит, и это, так называется, полежит, усредняется. Вот, когда, знаете, у хозяйки тесто на дрожжах должно немножко созреть. Поэтому это вот основа. И вот уже отсюда она подается по цехам. Ну а это, так сказать, вот цех начинается с чего? Комната мастеров. Каждый процесс выведен на пульт. И все процессы по каждой туннеле, их 47, по каждой печи. Это начиная от формовки, сушки и садки. Они, так сказать, установлены датчики. Мы контролируем параметры. После формовки кирпич поступает в туннели сушильные. У нас 47 туннелей. У каждой автономная, так сказать, вытяжка, датчики стоят. Замеряется температура, скорость воздуха и влажность. Вот как раз из сушильных туннелей уже продукция, подготовленная для обжига. Она, так сказать, выгружается. И сейчас мы посмотрим, вот на печь куда придет. Это уже полуфабрикат. Все. Да. И это так называемые уже постсадки. Вот она стоит. Эти поступаются в поддоны, так сказать, кирпичи на платформах. И насадки посадим уже на платформы. И вот сейчас, после садки, значит, эти платформы идут в печь на обжиг. Садка у нас осуществляется вручную. И выгрузка тоже вручную. И меня часто спрашивают, почему вы не поставите автоматы? Автоматы можно поставить. Но два аспекта. Вот люди, которые работают здесь, у них у всех есть семьи, устойчивый, стабильный заработок. Это надо будет сокращать. Это социальная ответственность. Она должна быть везде, в первую очередь, сказать, у производителя. Потому что нельзя сокращать просто на улицу. Я правильно понимаю, что вот это как бы сердце... Да, правильно. Вот от качества этого, так сказать, процесса... Это как кухарка, которая делает пирожки. Вот туда поставила в духовку, не доглядела. Сгорела. Значит, не дожарила. Сырые пирожки. От этого качества продукта. Керамика, кирпич еще требовательные. Точность поддержания процесса, да. И означает и марку, и цвет кирпича. Вот эта старая печь. Она рабочая, но старая. Вот мы оборудование закупили, новый утеплитель. И вот делается новая печь. Их две печи. Это как раз то, что по проекту с фондом развития малого и среднего предпринимательства, с московским фондом, они помогли, дали кредит 150 миллионов, и мы добавляем средства. И мы сейчас по делу новые технологии делаем. То есть новые утеплительные материалы более эффективные. Вот видите, закупленные стоят. Здесь сейчас будут во втором цехе сэндвич-панели. Не блоками перекрывата, а специальными, так сказать, плитами, которые с новым утеплителем. Это же собственный кирпич? Да, все собственный кирпич. Видите? Это так называемый... Он, видите, он закален. Он уже как глазурованный, то есть, собственно, керамика. Когда его перегреваешь, он получается... Ну, дополнительные прочностные характеристики у верхнего слова. Сколько он прослужит? Ну, так, лет 500-800. Ну, до 1000 лет, гарантируем. В Помпеях эти колонны, которые, так сказать, на знаменитой картине-то падают, они, оказывается, из кирпича. Если посмотреть, где слом, там изложено кирпич... Ну, конечно, не такое, по площади, в другую форму. Но это кирпичные плитки. А сверху они штукатурились. Так что вот тогда знали цену этому делу. Это у нас лаборатория. Да, это лаборатория. Значит, и здесь... Давайте, проходите. Я сразу хочу вот начать с чего. А вот тут как раз готовиться к испытаниям. Вот у нас стоят образцы. Вот видите, тут дата 21-го, 20-го, 19-го, 22-го на каждый день. Это вот миллионы лет заскладывалось. И бывает, встречаются линзы. Линзы. И там состав другой. Чтобы эти вещи учесть, лаборатория у нас занимается тем, что вот замеряем. И вот видите, есть немножко разное количество гринестых. Тогда вводится поправка в состав шахты. Это для того, чтобы была итоговая технология соблюдена. Вот учитываются эти вещи. Каждый день, из каждой партии, которая производит первый или второй цех, вот сюда приносятся образцы и проводятся испытания кирпича, которые мы выпустили. И вот лаборатория дает заключение, какой марки это кирпич. Потому что без этих испытаний дальше кирпичник куда не движется. Вот кирпич не сломался, пресс остановился, потому что уже оборудование поломается. Это тот продукт, который мы поставляем на сегодня на большинство новостроек города Новосибирска. Ну а вот это вот производственный цех новый, который мы сейчас оборудуем по современной технологии. Вот он построен, представляете, вот 2,5 тысяч километра за месяц. И вон использование этой самой технологии. Вот видите, блоки. Значит, блоками. И вот они стоят, эти самые блоки, двоечки, вот эта продукция стоит. Которая, сказать, ну, с использованием которой скорость строительства увеличивается, ну, минимум раз в 200-300. Вместо одного кирпича вы сразу кладете 300-400 кирпичей в блок. Заказчик пришла, хочу такой, пожалуйста, хочу такой, пожалуйста, хочу такой, пожалуйста. В тот же раз программа быстро составляет блоки в нужной конструкции, и он получает то, что он хочет. Если на кирпичах есть марка производителя, ну, в любой продукции, это значит, производитель не боится отвечать за качество. Если вы берете, и вот на кирпичах написано, ZSM-7, дата выпуска, год и смена. Вот это вот означает, что в любой момент претензии по дальнейшей продукции может быть выставляться и приниматься. Поскольку у нас продукция, говорю, маркируется. При всем при этом люди, которые работают на заводе, не специалисты, не техники, не садовники, а именно люди, они занимаются еще чем? Вот смотрите, вот делают такие вещи, цветы и даже символы, видите там, аисты, которые означают продолжение жизни. Татьяна Бугаева, Сергей Жданов. Итоги недели.